Всем привет! Наконец-то мы дождались этого момента. Только много вопросов по ипотеке было в последнее время, и мы решили провести прямой эфир с Юлией Вахтиной, специалистом по ипотеке. Всем добрый день! Рада сегодня рассказать вам полезную информацию, новости об ипотеке, всю актуальную информацию, которая есть на сегодняшний день. Сегодня мы поговорим и про рынок недвижимости частично, и про ипотечные программы, и ответим на все ваши вопросы. Да, я забыла представить, и кто меня не знает, я специалист по недвижимости. У нас крупное агентство, в основном занимаемся загородками, земельные участки, дома, но также и новостройками, конечно. Мы их любим, обижаем. Да, я тоже представлюсь. Меня зовут Юлия Вахтина, я эксперт по ипотеке. Уже более 10 лет я в этой сфере, начинала свою карьеру с Сбербанка, поэтому знаю ипотеку самых азов. Сегодня я с вами готова отвечать на вопросы. Да, Юль, скажи, вот получается у нас раньше была госпрограмма под 8% все знают. Что сейчас? Ее вообще отменили или как-то она может быть будет? Господдержка. Программа была для тех, у кого нет детей, да, то есть это общая льготная ипотека, и, к сожалению, 1 июля она прекратила свое существование. Продлевать ее точно не будут, да, то есть это уже сообщили, что господдержка будет отменена, она уже закончилась. Все клиенты, кто успел, тех поздравляю с покупкой. Да, я успела. Я тоже успела 3 раза, поэтому... Даже 3 раза? Даже 3 раза, да. Господдержка действовала целых 4 года, она была запущена в период пандемии и была направлена именно на поддержку застройщиков. Что будет сейчас? Это будет действовать субсидирование, то есть можно будет также купить по льготным условиям новостройку, но льготная ставка будет не на весь срок, а на первые несколько лет, например, на 3 года или на 5 лет, а дальше будет уже стандартная ставка. Стандартная ставка сейчас, конечно, очень высокая, она 20%, но мы надеемся, что за 5 лет все-таки наша страна стабилизируется, инфляция снизится, и мы вернемся к нашему прежнему уровню, да, и клиенты уже смогут рефинансироваться в стандартные условия. Смотри, Юль, я буду задавать вопросы на таком простом, да, потребительском языке, да? То есть получается, что мы можем сейчас предложить субсидированную ставку на какой-то определенный промежуток времени, а потом под какой процент это будет неизвестно? Потом будет по 20% сейчас, то есть сейчас клиент подписывает кредитный договор, например, у него 5 лет ставка 8%, 6 года у него 20%, но у него есть возможность сделать рефинансирование. Через 5 лет, если наша ситуация стабилизируется, в любом случае за 5 лет ставка должна пойти вниз. То есть сейчас это самая высокая ставка вообще в истории нашего рынка. Конечно. Да, к сожалению, просто. Конечно. Это получается на вторичку, да, вот 20%, если человек хочет вторичку, он может взять по 20%. Да, стандартная ставка 20%, она действует сейчас и на вторичный рынок, и на новостройки, да, для тех, у кого нет детей. Поэтому субсидирование есть такая возможность, можно брать годную ставку на первые несколько лет, и тем самым у тебя будут комфортные платежи первое время. Да, сейчас, кстати, очень много как раз такие застройщики присылают акции заманчивые, с очень низким платежом в первые 2-3 года разные. Да, но здесь нужно внимательно рассчитывать, потому что любое субсидирование ведет к удорожанию стоимости квартиры. И практически все застройщики, они, ну, удорожание делают. Конечно, если стандартная ставка 20%, а застройщика выдает тебе под 5% или под 8%, это не может быть бесплатно. То есть это будет все зашито в сумму квартиры. Я надеюсь, что застройщики все-таки эти комиссии минимизируют, потому что они тоже заинтересованы, чтобы их квартиры продавались. И клиенты могли их купить, потому что по 20% купить, конечно, никто сейчас не может. Платежи даже с однокомнатной квартиры получаются в районе 60 тысяч. Да. Что вообще невыгодно как инвестиции, тем более. Некоторые у меня очень много таких запросов, по крайней мере, было, да, что люди хотят вложить деньги. И чтобы эта квартира сама себя окупала, они пускают туда квартирантов и сдают. Раньше, в принципе, под семейную ипотеку у меня проходили такие варианты, что я подбираю такую квартиру, и получается ежемесячный платеж ровно столько, сколько стоит квартира в этом районе. То есть мы подбираем именно район, который востребован будет. И мы уверены, что, да, там за эту сумму сдастся квартира. И, в принципе, все в плюсе. Но сейчас, конечно, не знаю, вот что будет по семейной, что будет по семейной ипотеке, тоже многих интересует. Да, семейная ипотека и дела немного лучше обстоят, да, все-таки правительство поддерживает семьи, и семейная ипотека будет продлена, это уже объявили. Конечно, официального постановления еще нет, мы его ждем со дня на день, уже все риэлторы города замерли в ожидании, банки тоже. Все риэлторы в отпуск уехали. Все риэлторы уехали в отпуск. Да, то есть семейная ипотека будет продлена. Есть предварительная информация, что для семьи, у кого дети маленькие до 6 лет, там останется все без изменений. То есть ипотека под 6%, первый взнос 20%, все в порядке. А не важно, один ребенок или два? Не важно. То есть по предварительной информации главное, что хотя бы один ребенок есть до 6 лет. Если дети уже старше 6 лет, здесь вопросики, да, то есть пока информация спорная. Кто-то говорит, что будет действовать, кто-то говорит, что в некоторых регионах будет действовать, только в маленьких регионах. Краснодар, к сожалению, не относится к маленьким регионам. Поэтому мы ждем информацию, еще объявили, что для семьи, у кого дети инвалиды, точно действует семейная ипотека тоже без ограничений. То есть не важно, какого возраста ребенок, главное, что до 18 лет ребенок. То есть сейчас, ну я вообще слышала, что банки вообще приостановили все выдачи, то есть даже сейчас, если у кого-то дети до 6 лет, все равно не получится, да? Да, сейчас семейная ипотека на стопе, то есть 1 июля официальная программа закончилась, и мы ждем новое постановление, чтобы возобновили выдачу кредита все банки. Поэтому пока все на паузе, да? То есть мы предварительно консультируем клиентов, говорим, что они подходят, но все равно ждем постановления, только тогда можно подавать заявки на рассмотрение. Так что пока все отдыхают. Но на самом деле сейчас, даже вот буквально вчера была такая интересная акция у застройщика, минус 40% на трешки. Но купить нельзя, я даже писала об этом. Но зато можно забронировать, в принципе, зафиксировать цену, и как только семейная будет уже актуальна, да, и ее можно будет приобрести. Такие предложения вообще застройщик очень редко присылает, и они расходятся как горячие пирожки. Да, на самом деле сейчас такой период интересных предложений от застройщиков, они заинтересованы тоже в выполнении своих планов, и они будут различные акции выпускать 100% и тем самым привлекать к себе клиентов. Поэтому сейчас отличное будет время для того, чтобы купить недвижимость. Поэтому у кого есть маленькие дети, они могут не беспокоиться. Фемейная ипотека, думаю, 100% будет действовать, но нужно немножко подождать. Юль, смотри, еще такой вопрос, вот у меня прям, я выписала вопросы в телефоне, правда, какие мне вот буквально сегодня даже мои подписчики присылают, вот, пожалуйста, встретил. Смотри, значит, госпрограмма одобрена, была, ну, 2-3 месяца назад, да? В планке сказали, что ее можно, ну, заново не подавать заявку, а переоформить просто сейчас на вторичку. Ну, в любом случае это будет перерассмотрение занятий. Перерассмотрение в 8%. Да, если у клиента есть решение под 8%, кому сейчас нужно пересматриваться под 20%. Соответственно, могут уже не одобрить ту сумму, которую он запрашивал, потому что рассчитываться будет доход совсем по-другому, ведь платежи будут в несколько раз больше. Хорошо. Муха к нам пришла в эфир. Поэтому заявка будет в любом случае корректироваться, и клиент будет заново проверяться, его платежеспособность, кредитная история, то есть это все с чистого листа. А какие условия под вторичку? Там нужен первоначальный взнос? По вторичному рынку, да, нужен первоначальный взнос, он идет от 15%, ставка 20%, к сожалению, она только такая. Есть возможность с некоторыми банками у нас делать также субсидированную ставку, до 11% ее снижать, но это тоже только за счет удорожания цены квартиры. То есть, например, квартира стоит 6 миллионов, мы можем сделать ставку 11%, но она будет стоить 7 миллионов. Платеж, конечно, будет более комфортный, но вы изначально этот миллион переплачиваете. Здесь нужно считать, кому из клиентов что нужно. Если они планируют быстро продавать эту квартиру, то есть главное, чтобы был комфортный платеж, чтобы комфортно было в ней жить, это подходит. Если клиент понимает, что он через 3 года будет продавать эту квартиру, то субсидия никакая точно не нужна. Мы, в принципе, всегда так делаем, мы изучаем индивидуально историю каждого клиента и привлекаем ему самые выгодные варианты, которые есть на рынке. Да, все верно, ведь ситуация у каждого своя, и даже клиенты по одной и той же эпатичной программе подходят совершенно по-разному. Разные банки мы смотрим, есть официальный доход, нет официального дохода, какая кредитная история. То есть это все учитывается, чтобы выбрать правильный банк. Часто клиенты совершают ошибку и идут в первый попавшийся банк, где у них зарплата, например, или в который самый популярный банк, понятный. А по факту там получают отказ и думают, что на этом все, их история закончилась. Хотя есть банки, они не такие популярные, но они более лояльные клиенты. Согласна. И даже еще такая история есть, если вы идете напрямую к застройщику, да, понятно, там есть ипотечный брокер, но этот ипотечный брокер никогда не будет работать в ваших интересах, да. То есть он будет подавать заявки туда, куда подают обычно, да. То есть работа, я так понимаю, ипотечного брокера заключается в том, чтобы рассматривать индивидуально вашу личную ситуацию и находить для вас правильное решение по ипотеке. Все верно, то есть в чем отличие, да, то есть как клиент может подать заявку? Он может подать, прийти сам в банк, например, да. Здесь какой момент, что банк ему никогда не скажет, что надо писать в анкете, что не надо писать, какую справку сделать, какую не надо предоставлять. То есть банк не может ему это сказать. Он принимает то, что клиент предоставил. Клиент, не имея опыта в этом, просто выдает всю информацию, которую не надо было выдавать или говорит честно о своих доходах. Да, и часто отказ приходит и все. Да, и он получает отказ, и уже нам сложнее с ним работать. Если клиент обращается к застройщику напрямую, там ипотечные брокеры работают на потоке, там очень большой поток клиентов. Они, ну, этому отказали, ничего страшного, завтра придет новый, то есть они не вытаскивают клиентов, то есть не стараются сделать максимально все. Они выстроены, то есть отказ одобрен, отказ одобрен, их не интересует судьба человека. Наш подход всегда индивидуальный, то есть мы бьемся до победного, ну, просто. Бывает, это занимает два месяца, три месяца, но человек все равно получает одобрение. Иногда мы говорим, что там нужно что-то сделать, например, исправить кредитную историю немного, устроиться официально, там, открыть самозанятый, чтобы мы понимали, что он через два месяца получит свою ипотеку. Скажи еще такой вопрос, если в семейную ипотеку, да, человек заходит, нужны справки об официальном доходе? Здесь сейчас какая ситуация в целом? То есть раньше была очень популярная ипотека по двум документам, мы ее активно пользовались, когда не нужно было предоставлять справки о доходе. К сожалению, в этом году ситуация эта изменилась, и абсолютно все банки требуют подтверждения дохода документально. Здесь есть несколько инструментов, как можно воспользоваться, да, то есть можно, например, быть самозанятым. Да, те люди, кто не работают официально в найме, они там, например, сами на себя, могут самозанятость открыть, платить несколько месяцев официально свои налоги и оформить ипотеку. Если человек работает в найме, например, но неофициально у какого-то работодателя, он может попросить справку по форме банка у этого работодателя, то есть это ничем не грозит ни клиенту, ни работодателю, это не подделка документов, это не два НДФЛ, это именно специальная справка, справка по форме банка. Она как раз и придумана для тех случаев, когда у клиента нет официального дохода. По факту сейчас есть банки, которые прям жестко проверяют доход, то есть они прям отчисления проверяют в налоговую, а есть банки, которым достаточно просто предоставить справку, спечать в работодатель. То есть работодатель не попадает ни на какой налог, если он вывезет эту справку? Нет, это справку. Как многие говорят, боятся этого. Многие работодатели действительно этого боятся, потому что они переживают, что банк это в налоговую передаст, им потом куча штрафов придет, на самом деле нет. То есть банк никуда эту информацию не передает. Банк эту информацию принимает только для рассмотрения заявки, в рамках заявки и больше никак. Здесь самое главное, то есть эту справку сделать правильно, потому что там тоже бывают истории, когда у клиента, например, должность менеджера, а зарплата 500 тысяч рублей написана в справке. Ну, то есть это должно быть в рамках разумного. Логично все, что бывает. Да, то есть обычно банки просчитывают среднюю зарплату по региону. То есть мы понимаем, что менеджер по продажам, средняя зарплата 150 тысяч рублей. То есть если там написано 300 тысяч рублей, то уже такую справку могут не принять. Да. Понятно. Так, у нас остался вопрос такой интересный по сельской ипотеке. Мы давно работаем по сельской ипотеке, мы оформляем людям земельные участки с подрядом, продаем готовые дома в сельскую ипотеку. И на данный момент сейчас эта ипотека очень крутая и востребована. И вообще там процент получается от двух и семи можно оформить вполне комфортный ежемесячный платеж получается. Но есть некоторые условия, вот расскажи нам. Да, сельская ипотека сейчас набирает особую популярность в связи с окончанием господдержки, в связи с изменением семейной ипотеки. Все ринулись на сельскую ипотеку. Но особенно сельской ипотеки, что ее не так легко получить. Да, муха. То есть сельская ипотека, во-первых, с ней работают далеко не все банки. Самые наши любимые популярные банки, Сибербанк, ВТБ, Альфа-банк, они не работают сельской ипотекой. Работает другая категория банков и они очень внимательно относятся к рассмотрению клиентов. Проверяют кредитную историю тщательно, проверяют доходы очень тщательно. То есть важно обязательно в этом случае подтвердить свой доход, иначе сельскую ипотеку не одобрят. И важно иметь идеальную кредитную историю, потому что если были когда-то какие-то сложности, просрочки, то банк может не одобрить. Ну, главное закрыть все действующие кредиты, да? Ну, нет, кредиты могут быть, главное, чтобы доход позволял их обслуживать. То есть если у клиента, например, у него может быть еще две ипотеки, и он хочет третью, без проблем. А здесь момент, чтобы у него доход позволял это все платить. То есть по нормативам сейчас кредитная нагрузка не должна превышать 50% дохода. То есть если у тебя зарплата 100 тысяч, ты можешь платить только 50 тысяч в месяц по кредитам. Если у тебя эта сумма больше, то тебе уже не одобрят. Выдают 6 миллионов, правильно? Да, стандартная сумма это 6 миллионов на одного человека. Плюс можно взять на семью два раза сельскую ипотеку. То есть 6 миллионов мужу, 6 миллионов жене. Но оба должны официально быть трудоустроены? Да, оба должны быть официально трудоустроены. То есть в этом случае банк рассматривает их, грубо говоря, по отдельности, как отдельно самостоятельных заемщиков. И при этом первоначальный взнос также будет увеличен, если мы берем два лимита. Первоначальный взнос у нас 20%. Да, в случае, если у нас мы используем две суммы, мы должны платить 20% 6 миллионов с одной части, и со второй также 20%. То есть первый взнос получается больше. Ну, все равно. Сумма действительно большая. То есть она даже 6 миллионов. Я думаю, ты как эксперт знаешь, что в нашем регионе вполне можно купить достойный дом. Это 6 миллионов кредит плюс твой первоначальный взнос. То есть это на 7 миллионов можно рассматривать покупку дома. Да, если есть первоначальный взнос, получается 20 как раз, ну, кем с копейками дом. Все думают, что Краснодар дорого, дорого. Ну, да, реально Краснодар дорого, но у нас есть очень много мест, которые вблизи Краснодара. То есть это тот же пригород. Но главный условие сельской ипотеки, это чтобы был не город, это должна быть сельское место. Какие это районы? Это у нас Денской район. Денской район, кстати, он очень крутой и востребованный. Там много работы, там много производств. И до Краснодара, вот люди живут в Денской, работают в Краснодаре и ехают по 30 минут. И там проходит сельская ипотека. А сельская ипотека проходит на побережье. Анапа, Новороссийск. Ну, конечно же, прям вот в Анапе, Новороссийске ничего не купишь, потому что там цены высокие. Там даже 12 миллионов на двоих не хватит. Но, тем не менее, немного там даже 50 километров удалиться от Новороссийска. И там есть земельные участки за миллион. Реально, там есть, вот за миллион берешь участок, строишь дом. Дом выходит, вот мы рассчитывали, 3,5 миллиона кирпичный классный дом. Вот и, пожалуйста, вам 4,5 миллиона в Краснодарском. Я пошла открывать себе сельскую ипотеку. Да, я бы тоже открыла, но у меня уже, получается, есть ГОСКО. И, скорее всего, мне... Да, то есть, напомню условие, что льготная ипотека сейчас доступна только один раз, одному человеку один раз. Это условие с декабря 23-го года введено. То есть, если вы уже оформили семейную ипотеку, господдержку вам не дадут, сельскую ипотеку вам не дадут. Никакую не дадут. Никакую не дадут. Ни IT не дадут. Ни IT, никакую, да. Кстати, об IT. Давай поговорим про нее тоже. Интересный такой вариант. IT ипотека, она остается без изменений. Сейчас она тоже частично на стопе, потому что возобновляются лимиты. Мы знаем, что на каждую программу правительство выделяет определенные лимиты на каждый банк. Поэтому они сейчас обновляются, и есть информация, что некоторые банки заявки не принимают. Но в целом с программой все в порядке, она работает на тех же условиях. Не отменяется все нормально. Не отменяется, да. То есть, она под 5% можно оформить также новостройку. От застройщика главное, чтобы было либо частный дом. А земельный участок под строительство также? Да, да. То есть, либо построить дом, либо купить готовый дом от застройщика, либо купить новостройку, квартиру. Здесь более расширенная сумма, это 9 миллионов рублей, поэтому можно уже разгуляться, уже можно купить достаточно хороший объект. А IT-шникам нужно больше площадь. Да. Кстати, насчет IT-шников тоже есть такая особенность, что чтобы взять IT-ипотеку, не обязательно быть IT-шником. Вот это интересно. То есть, самое главное, это работать в IT-компании. IT-компании сейчас их очень много, они все аккредитовываются, в основном это популярны сейчас Озон, Валберис, все банки, они все считаются IT-компанией. То есть, Озон, Валберис – это IT-компания, ты можешь работать там продавцом и подзять, серьезно? Да, да. Я думала, IT-компания, это у нас там какие-нибудь там программисты. Раньше было так, но вообще требование к IT-компании, это чтобы ее деятельность осуществлялась в интернете в каком-то объеме. То есть, все наши банки работают в интернете. Озон, Валберис – это маркетплейсы, они все в интернете. Поэтому все эти компании под IT-ипотеку подходят. И неважно, какая у тебя должность. Здесь идет привязка единственная к возрасту. Если тебе до 35 лет, твоя зарплата не имеет значения. То есть, ты можешь действительно быть на складе работником, получать 30 тысяч рублей и оформить IT-ипотеку. Если уже старше 35 лет, здесь есть требования к зарплате. То есть, для городов-миллионников у тебя должна быть зарплата 120 тысяч рублей в месяц, не меньше. Поэтому здесь уже нужно смотреть. Еще одно требование IT-ипотеки в том, что ты должен продолжать работать в IT-компании после того, как ты оформил IT-ипотеку. На протяжении скольких лет? Пока ты платишь ипотеку. А на сколько она дается? Также без ограничений. 25 лет, да? То есть, у меня были клиенты, которые говорили, я сейчас устроюсь, возьму ипотеку и уволюсь. То есть, такого нет. Если ты увольняешься из IT-компании, у тебя ставка превращается в стандартную. То есть, ты можешь сменить компанию, например. Ты работал в Сбербанке, сейчас ты пришел в ВТБ, то есть, это тоже IT-компания, это допускается. То есть, либо на другую должность пойти, да, но внутри этой компании. Да, но совсем, если ты уходишь, то программа твоя перестает действовать, стандартная ставка 20% тебя ждет. Поэтому вот сейчас с IT-программой все-таки люди к ней осторожно подходят, потому что они переживают, готовы ли они работать в этой сфере. Ну да, такая история. Ну, интересная, тем не менее, все равно остается. У нас еще есть такой вопрос. Есть скидки, не скидки, субсидии для учителей. Есть такое? У нас работает это в Краснодарском Украине? Разные есть программы. Основная программа, которая сейчас работает, это первый взнос для учителей. То есть, миллион рублей выдается для первого взноса по ипотеке. Там есть ряд требований, сколько должен человек отработать уже в этой сфере. У него должна быть прописка на территории Краснодарского края. И он также обязуется проработать еще там в медучреждении или в школьном образовательном учреждении, да, там не менее пяти лет. А это должна быть школа или садик, или вуз? Все, что угодно. Вуз, пожалуйста. Коммерческий? Коммерческий нет, это только муниципальный. Только муниципальный. И, соответственно, здесь заявления учителя и врачи могут подать через своего работодателя. То есть, там написать заявление, его будут рассматриваться и из бюджета им выделять эту субсидию. Субсидия выдается только на покупку недвижимости. Ее нельзя использовать никак по-другому. Ее можно приобрести в недвижимость только в Краснодаре, там, где ты работаешь, или в любом месте? То есть, ну, квартиры, да, в основном? Квартиры, можно и дома, в принципе, здесь ограничений нет. Можно новостройку, можно готовый вариант. Здесь тоже без проблем. Также еще планируется вестись эта компенсация учителям. Наверное, ты слышала. Ежемесячного платежа. 20 тысяч. 20 тысяч ежемесячно. Это компенсация именно ежемесячного платежа. Ну, а как это работает? Вот меня тоже спрашивают, а есть такие люди, которые это получают? Пока еще нет. Это пока в разработке, то есть, обещают, что это в сентябре начнет уже работать, и можно будет подавать заявление. Там тоже есть ряд требований именно к учителю, кто подходит. Поэтому ждем, я думаю, что в сентябре увидим. То есть, медикам тоже, да, можно подавать? Про медиков нет, я не знаю. В основном про учителей говорят. То есть, у нас сейчас в Краснодаре есть такая тенденция, что много школ строится, да, то есть, наши застройщики молодцы в этом плане, а учителей не хватает. Поэтому стараются их как-то удерживать, поддерживать и какие-то субсидии им выделять. А если учитель работает, ну, вот, допустим, в каком-то районе, да, а хочет в пригороде дом, он может? Да, в рамках Краснодарского края без ограничений. Поэтому программ сейчас достаточно много. Сейчас тенденцию набирают, конечно, это частные дома, да, потому что стоимость квартир у нас... Да, сейчас равнозначно можно купить дом трехкомнатный по цене, ну, двушки в городе. Но только это дом на своей земле, это же большая разница. И людям это нравится, люди хотят перебираться на землю, они вообще устали от, ну, таких вот домов, которые настроили наши застройщики, так скажем, очень близко стоящие, называют их еще «человейники». Вот, очень такая плотная застройка. Но застройщики справляются, и сейчас они строят очень классно. У них, во-первых, изменилось качество строительства, во-вторых, они в каждом своем ЖК, они делают школу, очень красивые площадки детские, спортивные площадки, то есть вообще весь комфорт абсолютно. И даже если брать не Краснодар, а пригород, это там Северская, Елизаветка, да, и даже там качество обучения хромает. Вы можете жить в Северской, иметь квартиру скидом на горы, и у вас, в принципе, будет там садик, школа, прямо под домом, сайдом. Да, сейчас здорово, что расширяются все... Да, сейчас такое муха. Муха какая. Сейчас здорово, что расширяются границы города, все-таки выходят застройщики за территорию самого города, потому что у нас уже здесь мало земли, где можно разгуляться, и действительно застройщики заходят на соседние локации, и тоже они пользуются популярностью. Поэтому недвижимости в Краснодаре очень много, и я думаю, что ипотечные программы продолжат поддерживать, чтобы население могло себе позволить купить квартиру, потому что цены в Краснодаре уже достигли, мне кажется, Москвы и Питера. Да, да, и не надо бояться там пригорода, ой, но это далеко от Краснодара. Краснодар растет такими темпами, что где сейчас далеко, через год уже будет Краснодар. Поэтому подрезюмируем наш разговор, получается, что на данный момент мы ждем информацию от банков. Госпрограммы у нас нет, семейная ипотека у нас остается, но будут изменения по возрасту детей, скорее всего, да? Ну, как бы логично. Вот, что у нас еще? Сельская ипотека остается очень классная вообще. Вот, не знаю, топ. Если бы у меня не было из своей, я бы точно подалась на сельскую ипотеку. И IT-ипотека. Да, ну и, конечно, стандартная программа, которую можно использовать с субсидированием. Да, то есть если вдруг вам хочется вторичное жилье, и вы точно новостройку не хотите, дом не хотите, можно рассмотреть субсидированием и вторичный рынок. В принципе, это доступно, возможно, но нужно все считать. Еще забыла спросить, ипотека на коммерцию, она такая же, как идет, как на вторичку, да? По процентной ставке, да, по первоначальному взносу там выше, то есть первый взнос у 30% должен быть. Тоже очень мало банков работает с этой программой. И требования к помещению очень сильные, да, то есть в основном берут это первые этажи, то есть там цокольные помещения не все берут. Поэтому здесь нужно смотреть. И процентная ставка, она, да, 21%. Понятно. Ну, вроде все мы обсудили, да? Да, будем завершать наш эфир. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, пишите. Если вы писали в процессе эфира, мы обязательно на них ответим. Я надеюсь, что была полезна вам, надеюсь, что вы получили информацию по ипотечным программам. Конечно, самому в них очень сложно разобраться, и бывает путаница в голове. Это не критично, это не страшно. Звоните, пишите, мы всегда вас проконсультируем. Да, не бойтесь задавать вопросы, мы всегда открыты к диалогу. Моя консультация бесплатная, Юлина тоже, в принципе, мы посоветуем, подскажем, как лучше. Потому что бывает такое, что пошел сам, нагородил дел, потом все равно пришел к специалисту. Поэтому пишите все вопросы в комментариях, абсолютно открыты, будем отвечать, будем рады всех видеть на личных встречах. Всем отличного вечера. Как здесь получилось? Это муха гадская. Вы действительно хотите завершить.